Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые пациенты. Начнем с методов лучевой диагностики, да, какие они у нас есть, и что они нам дают для онкологии, для выявления онкологических заболеваний. Ну, начнем с того, что их пять, да, их пять только потому, что нету одного какого-то метода, который бы вся задача решил. То есть у каждого метода есть свои достоинства и недостатки, есть пределы и какие-то изюминки, и наоборот, какие-то прекрасные моменты, которые можно увидеть с помощью этих методов. Начнем с рентгеновского метода, да, этот метод, конечно, он начал развиваться еще в начале прошлого века, и, казалось бы, за это время он должен был бы уже и остаться в прошлом, но не тут-то было. Помимо того, что он до сих пор используется, да, появились дополнительные какие-то возможности, которые очень даже используются в онкологической практике. Безусловно, он очень доступен, меньше всего стоит это исследование, если мы говорим о каких-то платных услугах и о расходах учреждения на этот метод. С помощью этого метода в определенных локализациях можно выявить опухолевые изменения, но, безусловно, есть у него определенные недостатки. Если говорить о ионизирующем излучении, наверное, ну, это меньше всего, надо на этом делать акцент, потому что ионизирующее излучение в сравнении с компьютерной томографией. И радионуклидная диагностика при рентгеновской диагностике, она самая минимальная. Но информативность, конечно, этого метода, она тоже такая оставляет желать лучшего. Если мы говорим о рентгеновской снимке, да, там на этом снимке, на одном снимке оказывается изображение всего, и кожи, и мышц, и, допустим, легких или костей. Вот, и все это суммируется. Помимо того, что определенные ткани видны лучше, другие видны хуже. Но, еще раз повторюсь, да, у нас появились некие дополнительные возможности, которые нам очень даже помогают. Какие-то возможности были и раньше, какие-то возможности появились недавно. Уже давно используется рентгеноскопическое исследование. Это и органы желудочно-кишечного тракта. Да, если есть необходимость, можно рентгеноскопию использовать для чего угодно. Например, для того, чтобы определить образование в легких, которые мы видим, оно действительно располагается в легких, или оно располагается по плевре или на ребре. Плюс это исследование томосинтез. Да, раньше это была линейная томография, которая выполнялась достаточно сложно. Трудно было попасть в определенный срез. А сейчас томосинтез позволяет очень быстро получить много-много-много срезов, на которых более четко видны определенные изменения. Безусловно, это слот, методика, которая дает возможность, в первую очередь, это для протезирования, да, дает возможность увидеть или целую конечность на одном снимке, или позвоночник, все отделы на одном снимке, а иногда и все вместе, и позвоночник, и конечности на одном снимке. И контрастное исследование, про которое мы отчасти говорили, да, это, например, рентгеноскопия, это тоже контрастное исследование. Но я говорю о внутривенном контрастировании, это и контрастная маммография, и какие-то урологические методики, которые использовались и используются, цистография, урография. Вот пример тамосинтез, да, то есть он позволяет нам более четко, например, увидеть изменения, которые есть в надкоснице. То, что может быть не так четко видно на обычном обзорном снимке. Безусловно, если мы говорим о рентгеноскопии, наверное, в том, что касается выявления минимальных изменений, более информативные эндоскопические методики. Но, опять же, есть, наверное, некие локализации, до которых не так просто эндоскопистам добраться. Я говорю не только о тонкой кишке, но и о определенных отделах желудочно-кишечного тракта, который, казалось бы, входит в стандартные рутинные исследования. Здесь, безусловно, очень может помочь рентгеноскопическое исследование. Контрастный вариант контрастной маммографии, да, достаточно много женщин, у которых плотная молочная железа. Это может быть и молодые женщины, у которых выражена железистая ткань, и, наоборот, пожилые женщины, у которых выражена фиброзная ткань. И в этой ситуации нам обычное маммографическое исследование зачастую не позволяет увидеть образование, или мы не можем четко сказать, что оно есть. В этой ситуации нам контрастная маммография очень даже помогает. И вот с лотерингенографией, да, мы можем увидеть всю конечность, например, на одном снимке. Это важно для того, чтобы определить тот протез, который нужно использовать для, допустим, оперативного вмешательства. Интервенционная рентгенология под рентгеновским контролем немножко уступает место интервенциям под КТ-контролем, ну и, безусловно, под УЗИ-контролем. Ультразвуковая диагностика. Да, здесь мы говорим о том, что ионизирующего излучения нет. Основная часть каждого ультразвукового аппарата – это, конечно, ультразвуковой датчик. В нем сосредоточена вся физика этого метода. Да, он и посылает ультразвуковые волны, и принимает ультразвуковые волны. Все остальное нужно только для того, чтобы это все обрабатывать и чтобы это видел врач. Метод прекрасно подходит для того, чтобы увидеть поверхностно-расположенные ткани. Если мы говорим о щитовидной железе, о молочных железах, о поверхностно-расположенных лимфатических узлах, зачастую ультразвук оказывается более информативным, чем другие методы, даже более дорогостоящие методы лучевой диагностики. Используем разные виды доплера для того, чтобы понять, что же такое перед нами. Появилась у нас методика эластографии. Она очень важна, и зачастую она позволяет тоже более хорошо дифференцировать, что же у нас за образование – доброе или злое. Ну и, конечно, эхоконтрастирование. Метод очень прекрасный. К сожалению, как правило, только одно образование мы можем их оконтрастировать. Да, нет возможности, так как при КТ и МРТ, посмотреть все образования. Но зато мы все это контрастирование видим в реальном времени. От статичных картинок в определенные периоды времени, которые мы получаем при КТ или МРТ. Компьютерная томография. Здесь тот же самый рентгеновский метод, но и немножко другие принципы сканирования. То есть у нас рентгеновская трубка, слои детекторов, которые все это воспринимают. Да, и пациент, который двигается и в течение этого движения непрерывно облучается. Что хочется сказать, что лучевая нагрузка, безусловно, гораздо больше, чем при рентгеновском методе. Возникают до сих пор, наверное, вопросы спиральные, мультиспиральные, многосрезовые. Сейчас все аппараты мультиспиральные и многосрезовые. Нету пошаговых аппаратов, не осталось их, наверное, ни в какой же стране. Везде можно сделать низкодозовые скрининговые программы. Везде можно получить изображение с высоким разрешением на любом компьютерной томографе. У него есть свои, безусловно, преимущества. Он гораздо лучше, чем рентген видит определенные органы. Мы можем использовать шкалу Хонфилда для того, чтобы... Понятно, что это не абсолютная плотность, масса, отделенная на объем. Это относительная плотность. Но мы все равно с помощью нее можем определить, что же за изменения перед нами. Да, что это жир, вода, кровь. Безусловно, ну, не так он хорош, наверное, для диагностики мягких тканей. Здесь гораздо более информативная ультразвуковая диагностика или магнитная резонанса томография. О чем мы еще, может, должны поговорить? Безусловно, в онкологии мы, как правило, все исследования делаем с внутривенным контрастированием. Для того, чтобы нам получить красивую картинку, нам зачастую надо этот контраст свести с большой скоростью и в большом объеме. Здесь нередко пациенты сталкиваются с таким явлением, как экстравазация. То есть, когда мы вводим этот контраст с большой скоростью и с большим объемом, мы стараемся, конечно, это не допустить, насколько это возможно. То есть, медсестра оценивает вены, насколько она может это оценить, да, и говорит, там, вены плохие, водите помедленнее, вены хорошие, водите побыстрее. Но, тем не менее, экстравазация, она периодически случается. Бояться, наверное, этого не надо. В опыте моей работы никогда это не приводило к никаким тяжелым последствиям. Да, безусловно, рука после этого исследования выглядит страшно, а на следующий день зачастую еще более страшно. Но, как правило, и никакого лечения она не требует, кроме троксивозиновой мазнивизи. Раньше говорили холод, сейчас вроде как, ну, говорят иногда, что холод и не нужен. Вот, и, как правило, на второй-третий день все изменения, которые есть после экстравазации, они нивелируются, и они, ну, при этом, ну, как бы, рука восстанавливает совершенно свой вид, ну, и, безусловно, восстанавливает свою функцию. Если говорить о противопоказаниях КТ, да, они есть, связанные с тем, что это ионизирующее излучение. Например, если мы говорим о каких-то профилактических обследованиях и о том, что пациентка беременная, да, безусловно, здесь мы откажемся от исследования таким методом. Есть другие противопоказания с использованием рентген-контрастных препаратов. Если у пациента выражены аллергические реакции на наш препарат, но, ну, когда эти реакции не выражены, да, допустим, речь идет о крапивнице, мы, как правило, игнорируем эти реакции. Иногда мы делаем примедикацию перед этим, то есть вводим антигистаминные препараты, а гормон оставляем в резерве для того, чтобы, если реакция следующая, она более интенсивная, мы могли бы оккупировать эту реакцию. Вот, но если реакция выраженная, например, выраженный отек, тем более падение давления, вот, то в этой ситуации мы, к сожалению, не можем контрастное исследование провести. Разные у нас есть мульки, да, для того, чтобы лучше видеть определенные ткани. Вот, например, легочное окно, мягко-тканное окно, костное окно, для того, чтобы видеть те или иные ткани и органы. Есть у нас возможность менять толщину изображения, да, и определенные еще реконструкции их делать для того, чтобы, например, лучше видеть очаги. Да, если мы на предыдущем исследовании не можем очаги отличить, изображение отличить очаги часто от сосудов, да, то есть они кругленькие сосуды, кругленькие очаги, то, извините, то в этом режиме нам гораздо проще эти очаги увидеть в отличие от длинных сосудов. Шкала Хонсвилда, про которую я уже говорил, разные реконструкции, которые мы используем, это и вертикальные реконструкции, и объемные реконструкции, которые нам позволяют лучше оценить патологию. Вот пример редкой патологии, да, там мы увидели, хотя бесконтрастное исследование было, да, вот эта реконструкция нам помогла увидеть, что тот газ, который мы видим, он находится в сосудистом русле, они в протоках печени, можем даже заглянуть внутрь органа, да, используя специальные виртуальные методики. И для чего мы КТ используем? Для выявления дифференциальной диагностики, безусловно, для стандирования опухолевого процесса, для оценки опухолевого ответа на лечение, для выявления возможных осложнений, как они связаны с лечением, так могут быть и не связаны с лечением. Вот это вот пример как раз осложнений, связанного с оперативным лечением. Также мы используем контрасты для того, чтобы эти осложнения выявить, да, мы даем контраст пероз, даем иногда коронтраст вводим перректум, да, для того, чтобы какие-то хирургические осложнения увидеть. Что хочется еще обратить внимание, да, когда мы пишем в своем заключении о том, что рекомендован контроль, наверное, не всегда стоит, ну, как бы, игнорировать эти наши рекомендации, да, почему? Потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что, например, как в этом примере, да, кальцинаты в легких, да, и кальцинаты в печени – это нередкое явление. Но, как в этом примере, да, у этого пациента мы видим рост этих кальцинатов, да, то есть здесь идет речь о том, что метастазы, они кальциообразующие, и, ну, не своевременный контроль, да, он бы привести, мог бы привести бы, ну, к неверному оценке эффекта, да, на лечение. То есть здесь в данном случае идет рост этих образований, да, и даже появление новых, вот, а, ну, просто если бы мы подумали бы, что это кальцинаты, написали бы контроль, да, и вы бы, пациенты бы, проигнорировали бы это, не проконтролировав, можно было бы пропустить бы момент прогрессирования опухолевого процесса. Все чаще и чаще мы делаем биопсии под ката-контролем, да, тут, конечно, не так просто найти врача, который может это делать, действительно, должна быть и голова, и руки, выросшие из того, из нужного места, да, к счастью, у нас такой врач есть, Буровик Илья Оксанович прекрасно справляется, я зачастую наблюдаю на те траектории, по которым он подходит к образованиям или к каким-то же, допустим, скоплениям, послеоперационным жидкостным скоплением, да, и просто удивляешься, ну, как бы, насколько виртуозно его работает. Магнитно-резонансная томография – это не ионизирующий метод диагностики, ну, считается отчасти он безвредным, насколько можно говорить о безвредности высокого магнитного поля, но ионизирующего излучения здесь действительно нет. Хорошо мы видим мягкие ткани с помощью него, и есть у нас некие функциональные методики, которые позволяют его, ну, как бы, эти изменения, которые мы видим, оценить. Есть безусловные противопоказания, это абсолютное противопоказание, да, например, кардиостимулятор, мы не можем пациента с ним брать на это исследование, да, потому что есть вероятность того, что он останавливается и перестанет работать после этого исследования, даже если этот кардиостимулятор выполняет не постоянную роль, а, да, ну, некую поддерживающую роль, вот, и более, ну, относительные противопоказания, там, первый триместр беременности, клаустрофобия у пациента. Что нам этот метод позволяет? Да, безусловно, какие-то органы мы гораздо лучше видим, чем при компьютерной томографии, например, метастазы в головном мозге, например, изменения в мягких тканях, неважно же, что это, мягкие ткани шеи или мягкие ткани конечностей. Можем также оценивать, ну, особенно опухоли определенных локализаций, гораздо лучше оценивать ТН-стодирование. Есть у нас специальные контрасты для того, чтобы посмотреть образование в печени, и даже если в дифференциальной диагностике нам это исследование в компьютерной томографии ничего не добавит, но что касается количественной оценки образований, то действительно вот эти гетофетические контрасты, да, они, ну, позволяют нам лучше всех других методов сказать, что у данного пациента такое-то количество образований в печени, они располагаются в тех долях и сегментах. Вот, MR-диффузия, которую мы используем тоже достаточно часто для скрининга всего тела пациента. Радионуклидная диагностика, да, об этом, наверное, тоже я поговорю. У Елены Ивановны у нее немножко другая тема. У нас что есть? Да, однофотонные и позиторонно-эмиссионные методы. Да, безусловно, там тоже есть индирующее излучение, тоже есть лучевая нагрузка. Но вот если говорить о лучевой нагрузке, да, от самого радионуклидного составляющей и вот компьютерно-томографической составляющей, то, как правило, КТ здесь дает даже большую нагрузку, чем радионуклидная составляющая. Вот тот же самый технец, да, он вроде как распадается дольше, чем 18 тор, но при этом он дает гораздо меньшую энергию облучения. Вот, ну и 18 тор, да, вот я посмотрел, в Викикведе стоит там цифра 14 милизиверт, но я что-то подозреваю, что эта цифра, она возникла из гибридного метода. То есть, и под КТ, он может давать дозу, конечно, 14 милизиверт, а может давать и большую дозу. Но при этом, если мы по расчетным таблицам считаем, да, сколько один мегабикерель 18 фтора дает какую нагрузку эффективной дозы, да, то там получается там технец дает там где-то 1 милизиверт, да, а 18 тор дает, допустим, где-то около 5 милизиверт. И основная доза у нас идет здесь за счет гибридного и компьютерно-томографической составляющей. Вот, безусловно, этот метод тоже прекрасен, да, но если раньше мы думали о том, что этот метод там универсален, да, и можно его использовать где угодно, сейчас мы понимаем, что это инструмент. В некоторых ситуациях он полезен, а в некоторых ситуациях он и бесполезен, и ничего нам не дает. Да, например, если речь идет о лимфомах, да, этот метод уже включен во все стандарты, да, и для того, чтобы выявить заболевание, оценить его стадию, и для того, чтобы оценить его эффект его лечения. Безусловно, этот метод полезен для других локализаций, и здесь мы используем некоторые другие радиофармпрепараты, например, нейроэндокринные опухоли и галевые, ну, те радиофармпрепараты, которые основаны на изотопе 68 галле, да, они не только позволяют вот такую вот большую опухоль в поджелудочной железе увидеть, но увидеть более маленькие опухоли в тонкой кишке, да, или в лимфатических узлах, которые могли бы быть пропущены при КТС-контрастом, хотя здесь КТС-контрастом делать все равно надо, как дополнение к этому методу. Метионин исследования ни в коем случае, наверное, не надо его использовать для выявления метастаза в головном мозге, но если речь идет о солитарном образовании в головном мозге, и нам надо установить его, насколько оно злокачественное, здесь метионин, и особенно, когда есть вириск его биопсии, да, с учетом его локализации, то здесь метод прекрасно себя показывает, и оценить грейты образования мы можем. То же самое и галли ПСМА. Теперь о той билиберде, которую мы пишем, безусловно, больше для наших коллег, ну и отчасти для вас, дорогие пациенты. Вот эти наши вероятно и маловероятно. Вот обратите внимание на этот слайд, да, то есть, ну, даже когда мы пишем вероятно, да, это, ну, скажем так, достаточно высокая наша степень уверенности, в отличие от, ну, мы не можем, да, у нас в онкологии все диагнозы ставятся на основании гистологического заключения, мы не можем говорить безапелляционно, что это это, мы обязательно используем эти термины характерно, вероятно, но наша веренность в этой ситуации, ну, как бы, она достаточно высокая. Вот используем мы критерий раз, да, и вы тоже, ну, видите, там, раз один, раз два, это можно вообще расслабиться, успокоиться, а раз четыре, раз пять, ну, наверное, здесь надо уже напрягаться. Те лимфатические узлы, которые мы в нашем заключении указываем, зачастую, если вы это заключение принесете коллегам из других учреждений, особенно неонкологических, они будут там, может быть, говорить, да что за ерунда, что за номера вы групп лимфатических узлов нам указали. Это мы для наших онкологов используем. Наши онкологи, клиницисты, они используют эти классификации, и для них, ну, как бы, удобно и важно, чтобы мы эти группы лимфатических узлов безусловно обязательно указывали. Вот. Другая терминология, да, очень много, да, этих терминов, иногда они там красивые, иногда эти термины не очень красивые, да, специфические изменения, когда мы говорим. Наверное, мы стараемся, конечно, не очень часто их указывать, да, потому что специфические изменения в онкологии – это онкологические изменения, специфические изменения уфтезиатров, да, это будут туберкулезные изменения, но иногда термин, тем не менее, этот термин присутствует. Еще раз повторюсь, терминология меняется. С ковидом мы сейчас особенно это очень сильно видим. Мало кто раньше из рентгенологов вообще оценивал интерстициальные, ретикулярные, очаговые и альвеолярные изменения. Сейчас говорят консолидация. Сейчас все эти термины используют и ни для кого они не секрет. Теперь по поводу еще терминологии. Мы стараемся все-таки не писать с учетом нашего законодательства и того, что мы не имеем права скрывать от вас информацию. Мы стараемся все-таки не писать какой-то аббревиатуры, а стараемся вещи называть своими именами. Вопрос, конечно, спорный. Я не буду говорить о деонтологии, но если говорить о законодательстве, мы обязаны вам все-таки говорить то, как мы все это видим. Безусловно, часть информации для клиницистов, а не для вас. И даже в некоторых случаях клиницистов мы должны отдельно расшифровывать. Ну и вот эти сокращения, по возможности лучше, конечно, от них уходить, потому что иногда зачастую они какой-то комедийный характер имеют. Теперь такие более общие вещи, о которых хочется все-таки сказать. О том, что надо обследоваться. Независимо, есть онкологический диагноз у вас или нет, периодически, и особенно чем старше мы становимся, к сожалению, нам надо все чаще и чаще становиться обследованием. И в этом больше, несмотря на вредность наших обследований, отдельных видах обследований, а может быть и всех видах обследований, все равно в этом больше пользы, чем вреда. Особенно если появляются какие-то клинические симптомы. Вот. Про контроли я уже вам говорил, да. И, наконец, про заключения. Это банальные вещи. Я об этом, ну, наверное, все об этом вам уже говорят. Заключения – это не диагноз. Вот. Очень много... Во-первых, ну, опыт показывает, что все лучевые диагностики без исключения, они периодически делают ошибки. Если вы видите какое-то заключение, которое вам не нравится, давайте, ну, для начала, может быть, если нам это легче информацию так воспринимать, для начала подумывая, не ошибся ли здесь лучевой диагноз. Безусловно, есть много заболеваний, которые симулируют опухолевые изменения. Ну, вот. И еще раз повторюсь, диагноз у нас будет поставлен онкологически не когда вам рентгенолог напишет картина, характерная для рака, а он будет поставлен только тогда, когда вы получите гистологическое заключение – рак. Продолжение следует...